Играя с вами сегодня и капричок Погонения. На самом деле это произведение написано для скрипки, но мы сделали обработку и переложение для фортепиано. Потому что на фортепиано, я вам скажу честно, можно сказать совершенно любую музыку. Даже Цоя, Меладзе, Металлику, Баха, всё-всё-всё, собственно, мне этим и нравится фортепиано, о том, что оно многосторонний, это многосторонний инструмент. Итак, начинаем играть капричок. Состоит из трёх частей. Первая часть и вторая, третья часть повторяются. Я сейчас буду вам играть, а вы попробуйте на слух определить, где у нас заканчивается первая часть, где вторая и где третья. Услышали, да? Где у нас вторая и третья часть. Итак, с чего мы начнём? С того, что в правой руке у нас идёт мелодия, левая рука — это аккомпанемент. И играем мы аккомпанемент тихо и стараемся нажимать все три ноты вместе, вот так прям цепко. Если мы играем тихо, это не значит, что мы должны быть как макарошки, такие... Наоборот, это должно, знаете, включать так... Внимание, внимание! Вот. Правая рука идёт мелодию. В правой руке у нас стоят акценты, то есть первую нотку мы должны выделить с вами. Прям... Ну, конечно же, в рамках допустимо. Пробуем двумя руками. Играем медленно. Кстати, здесь стоят лиги, сверху вот эти вот палочки. Они обозначают легато, то, что мы должны эти ноты сыграть вместе, солидно. Если бы не было легато, мы бы играли так. Сложите разницу, да? Итак, пробуем первую часть. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Итак, первая часть готова. Переходим ко второй части. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Итак, и тут мы видим такую скобочку сверху, и там стоит цифра 1. Что это означает? Мы, когда первый раз играем вторую часть, мы как бы идем на первую скобочку. Но когда мы играем второй раз, вторым разом... мы перескакиваем первую скобочку и уже идем ко второй. То есть это вот такой вот способ, как не писать одно и то же два раза. Ну действительно, зачем писать одно и то же, если можно просто повторить? Значит, вот капричо мы с вами разобрали, посмотрели, как оно играется. Если будут какие-то вопросы, вы можете задавать мне в Инстаграм или в мой Телеграм. Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите научиться читать ноты и понимать их, как читаете легко и понимаете любой текст на вашем родном языке, записывайтесь ко мне на занятия, потому что мы с моими учениками учимся читать ноты с листа, чтобы вы могли сыграть хоть Баха, хоть Меладзе, хоть что-то из фильмов. Поэтому жду вас на своих уроках и занятиях. До встречи!